Как следствие, сейчас по городу более полутора тысяч заявок от абонентов, а каждая заявка – это два, а то и четыре прибора учета. Абоненты в основном не следят за сроком поверки приборов учета. Получилось так, что вот первый бомб под установки приборов учета, который проходил там 4, 5, 6 лет назад, совпал с периодом поверки и установки новых приборов учета и выхода ведущегося от первого закона. И вот сейчас по городу более полутора тысяч заявок от абонентов. Каждый абонент – это от двух до четырех приборов учета надо пломбировать. Бригада, которая ходит пломбировать, в день успевает максимум 25 абонентов пройти, то есть опечатать от 50 до 100 приборов учета. Работая в таком режиме, бригада сетевой компании за 10 дней смогла бы выполнить только порядка 500 заявок. Руководством города было принято решение – в помощь Тамбовской сетевой компании подключить специалистов управляющей компанией ИЖЭКа. Сегодня я провел переговоры с генеральным директором Тамбовской сетевой компании и приняли решение, что, во-первых, сейчас увеличивается количество человек, кто этим будет заниматься. Вот сетевой компанией, если до этого занималась одна бригада, и она в день делала порядка 25, ну пломб, скажем так, приборов учета, то сейчас это количество увеличилось до трех бригад, и в день порядка 76 пломб они ставят. Кроме того, завтрашнего дня выходят на линию представители ИЖЭКа и представители управляющей компании. Следить за сроками поверки счетчика – обязанность абонента. Специалисты поясняют, если бы жители контролировали сроки поверки приборов учета и обращались бы накануне истечения даты, такая ситуация не возникла. Для удобства потребителей теперь по договоренности с расчетно-кассовым центром за месяц абоненты через платежку будут уведомляться об окончании срока поверки. А с января опломбировку приборов учета будет производить только ИЖЭК или ООСС. Я думаю, те меры, которые мы сейчас примем, что ИЖЭКи и управляющие компании пойдут, они эту очередь снимут, и в последующем мы постараемся не допустить этой ситуации. Потому что, с моей точки зрения, это именно связано только с недоговоренностью специалистов, руководителей тех структур, которые работают бок о бок друг с другом. Потребителям ресурсов следует помнить, срок поверки счетчика горячей воды в среднем 4 года, холодной воды 6 лет. Исчисляется данный интервал не с даты установки прибора учета, а с момента его выпуска, либо от даты предыдущей поверки. Ирина Мерзлякова, Елена Червякова, Александр Трегубов. НашГород.